Привет, ребят! С вами Старваник и я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик непосредственно посвящен тому самому посту, который у нас выкатили только буквально пару часиков назад на основном сайте нашей любимейшей игры. Сегодня это будет информативный видос, в котором я, наверное, полноценно выскажу свою точку зрения по поводу праздника, исходя из того, что уже полноценно огласили у нас разработчики, да, то есть у нас была какая-то определенная часть информации из видеоблога, но теперь у нас есть полноценный пост и уже с завтрашнего дня у нас стартует долгий ивент, связанный с Рождеством и с Новым Годом соответственно. Сегодня пройдемся по всему тому, что здесь написано, плюс поделимся двумя еще дополнительными новостями, которые, возможно, уже видите про HD-скин Харька и плюс немножечко по списку обновлений, которые завтра у нас тоже войдут в игру. Что касаемо Нового Года, то если сказать вам вкратце, то я, наверное, остался все-таки более даже чем доволен, да, даже могу сказать, что это, наверное, один из самых жестких Новых Годов в плане желания разработчиков сделать какие-то интересные карты, разнообразить все это дело, да, придумать неплохое количество разных всяких супермиссий. Я, конечно, с какими-то немножечко не согласен, да, но сейчас всем по порядку пройдемся. Начнем со скидочек. Скидки, в принципе, уже все могли видеть в видеоблоге. По 50-ке процентов на все у нас сделано, за исключением, я вот хотел бы, наверное, ну, как бы совсем согласен, вот хотел бы 50-70, если бы были на МПК, да, был бы вообще просто максимально великолепно, но мне один умный человек сказал, что 50-70 на МПК уже давно скидок не было, да, то есть я как-то все-таки думал, что на Новый Год могут сделать на ускорение шагов микропрокачки скидочку в виде 70 процентов, но, к сожалению, имеем 50. У нас появляется довольно большое количество всяких спецпредложений, я, конечно, не фанат этого всего, поэтому давайте, наверное, я не буду про все эти вещи говорить, но если так уж, как бы, посмотреть, то здесь тоже разработчики постарались сделать не какие-то дефолтные, да, знаете, там, дефолтные просто спецпаки там, и как это было раньше, там, знаете, там, 300 рублей, одна красочка там, 10 голдов, ой, или там, кристаллы, короче, и все, да, то есть всегда у нас дефолт выходил здесь, дефолта нет, и это меня, конечно, не может не радовать, да, то есть тут есть какая-то определенная задумка, да, и какой-то, возможно, у тех ребят, которые донатят в игру, появится интерес рассмотреть эти спецпредложения и что-то, возможно, себе годное прикупить. За это я, конечно, плюсик отдельный могу высказать. Что касаемо вообще полноценного празднования X2 фондов и X2 опыта, то у нас уже получается с завтрашнего дня, с 25 числа по 11 января не включают, то есть до рестарта 11 числа, то есть у нас полноценно в сумме будет больше двух недель, больше двух недель, даже, можно сказать, две с половиной недели, две с половиной недели празднования Нового Года в ТОшке. В плане фарма, я думаю, что это, ну, максимально жестко, прям вообще максимально жестко, это, наверное, самый длительный период X2 фондов и X2 опыта дополнительных, то есть, получается, у нас будет X4, X4 фонды и, похоже, X6 опыта, если я не ошибаюсь, да, то есть, ну, это очень люто, это прям максимально люто. Что касаемо, так, здесь ультраконтейнеры, коинбоксы, что касаемо специальных миссий, здесь выкатили прям большое, реально, количество, я этому очень рад, что здесь нету, знаете, как там, трех-пяти миссий, как это на ультра уикенде у нас происходит, и все, да, и на этом все заканчивается. Тут тоже могу сказать, ну, то есть, исключительно положительно, да, в этом плане. Есть миссия дефолтная, не дефолтная, как бы самая большая, то есть, тебе надо выполнить все миссии, и за нее ты получаешь пять ультраконтов, 15 обычных контейнеров. Это неплохой приз. Дальше у нас есть задание на 100, на 10 тысяч очков, на 20 тысяч очков, на 50 тысяч очков. Здесь я не согласен, то есть, определенно, здесь по призам у нас должно было быть 10 тысяч очков, один контейнер, 20 тысяч очков, два контейнера, 50 тысяч очков, пять контейнеров. То есть, ну, если уж усложняется выполнение задания, и здесь прям откровенно видно, что оно усложняется, то количество призов за эту специальную миссию должно было быть больше. Ну, это, ну, как бы логичная вещь, которая должна была реализована быть. Но, к сожалению, мы имеем за эти все миссии по одному лишь контейнеру. Но, даже при таком раскладе, это неплохо, неплохо, потому что в сумме мы потом получим еще пятерочку и пятнашечку. То есть, в сумме два царик мы еще дополнительно получим. Дальше мы имеем специальные миссии. Поймать 10 голдов, ультра контейнер. Найс миссия. Сбросить 5 золотых ящиков, один ультра контейнер. 5 голдов скинуть, ну, это, ну, мне кажется, у всех есть 5 голдов. Это изичная, плюс ультра контейнер. Дальше уничтожить 2020 танков. Ну, тут один ультра контейнер, конечно, это смешно, но, в принципе, это задание выполняется вместе с очками, да, то есть, все равно выполнишь эту заданку. Доставить 21 флаг, это уже намного тяжелее. Доставить 21 мяч, это тоже тяжелее. Я когда вот до этого момента дошел, когда вот увидел здесь мячи, флаги, и увидел по одному ультра контейнеру, я думал, блин, ну, ну, это очень сложно, ну, серьезно. Это сложно получить в сумме по одному контейнеру за лютый пот. Вот, это маловато. Но, если вдуматься, сейчас не 16 на 16 матчмейтинг, 8 на 8, доставляются флаги намного проще, мячи доставляются намного проще, соответственно, ну, с точки зрения скорости выполнения, то, в принципе, не так уж и плохо. Но, если посмотреть, что у нас есть дальше, то тогда ты вообще понимаешь, что есть халявные даже контейнеры. Но они уже, как бы, по определенным датам. То есть, с 25 по 26 выполнить, прожать 21 ремкомплект. Ну, это вообще смех. Один ультра контейнер. Ну, то есть, легче миссии не придумаешь. С 26 по 27 21 ДА-шку прожать. Еще плюс контейнер. Потом ДД-шку. Следующий день. Еще контейнер. То есть, тут вот, в сумме мы имеем ускорение прожать. И мины прожать. Имеем дополнительно плюс халявных, ну, чисто халявных, пять контейнеров. То есть, если уж посмотреть на эти пять миссий, то можно сказать, что окей, пусть и будет миссии по 21 флагу, 21 мячу, потому что у нас есть, как бы, альтернативные, тоже очень халявные контейнеры. То есть, это уже найс, найс, серьезно. То есть, ну и там, 21 овердрайв прожать, тоже easy card. Итого, в сумме, что мы имеем? Имеем еще две заданки, которые будут с 9 по 10 января и с 10 по 11. Я не знаю, будут эти вот, вот эти две заданки включены в сумму вот этой большой супермиссии, да? Скорее всего, нет, мне это кажется, потому что там, как бы, это уже больше к убийству снеговика. То есть, мне кажется, что там это не должно как бы учитываться. То есть, итого, в сумме вообще, если все супермиссии сложить, мы имеем, я почитал даже, 23 ультраканта и 18 обычных. То есть, в сумме мы имеем 41 контейнер. То есть, для меня, это для основного аккаунта, это, ну, дефолтное, хорошее открытие контов. То есть, 23 конта с 23 ультракантов реально может что-то годное дропнуть. Да, может даже там, 2 золотых каких-то свечений, 2 каких-то устройства, там, или еще что-то в этом духе, да, то есть, я уверен, что что-то годное может дропнуть. Поэтому, я в этом плане пока очень даже положительно смотрю на эту вещь. Но, если я, конечно, открою контейнер, мне ничего не упадет, то вы понимаете, да, какая будет моя реакция и как я буду к этому всему относиться. Поэтому, я еще забыл про спецрежимы рассказать вам. Где у нас тут спецрежимы? Очень большой пост, но я как бы пытаюсь максимально все только по делу, да, говорить. То есть, по ерунде не хочу тратить время. Ваше и свое. Так, 26-28, то есть, у нас в сумме ивент работает больше двух с половиной недель, так как он начинается уже завтра, в пятницу, у нас получается выпадает целых три пары выходных. И у нас на все эти три пары выходных будут дополнительно введены особые режимы и приурочены свои определенные схемочки к этим спецрежимам. В итоге, первые выходные 26-27 декабря у нас демочка обычная. Три новогодних карты. Я надеюсь, что, кто смотрел стримы, то меня прислушались и там будет та самая песочница старая. То есть, по картам никто ничего не написал, но я надеюсь, что будет старая песочница, та карта, которая была в прошлом году и плюс еще какая-то возможно там похожая на прошлогоднюю. То есть, там две были разные такие, но они как бы похожи, поэтому я думаю, что вот эти две карты будут. Если сделают тот самый песок, его еще расширят 2012 года, это будет просто имбища, ждем поэтому 26 числа и потом уже смотрим. Дальше у нас на выходные с 2-3 января у нас такой же праздничный спецрежим с тремя картами новогодними, может быть, кстати, другие карты будут, я не знаю, могут быть одинаковые карты, могут быть разные карты, этого тоже никто не знает, только уже с Джиггернаутом, то есть, соло Джиггернаут будет. И последнее, это получается тоже как бы простая обычная ДМка, но на этой ДМки, я так понимаю, уже будут снеговики, да, и возможно в этих спецрежимах будут еще какие-то дополнительные сюрпризы, голды у нас будут написаны, прям очень много написано метеориолог, этих метеоритов, да, орех там на елке будет сидеть, поэтому ждем, это будет реально, ну, то есть, как бы, я ждал трех карт, то есть, если уж на Хэллоуин сделали три карты, то здесь тоже полноценно должно было быть три карты, поэтому это смотрится очень здраво, это очень смотрится интересно, плюс еще, как бы, новогоднее там оформление сделают, мины превратятся в печенье, то есть, я тоже, как бы, с этого немножечко, ну, как-то посмеялся, но, вроде как, задумка неплохая, да, то есть, определенная краска, определенные билборды и все прочее, то есть, если подводить полноценный итог, то реально видно, что подзапоролись, подзадумались, постарались, то есть, ну, если бы они бы не хотели бы, да, то есть, как бы, чисто на пофиге сделали бы это, то вот таких вещей бы, поверьте мне, таких вещей бы не было, то есть, они реально волнуются и хотят сделать реально хороший праздник, я надеюсь, что у них в общем и целом должно здесь все получиться, по миссиям все четко, по спецкартам все четко, то есть, я очень рад, что будет у нас целых, то есть, три полноценных пары выходных будут вот эти вот спецмиссии, вся эта темочка, ну, и плюс две с половиной недели двойных фондов и двойного опыта, за это время можно в сумме набить, ну, в таком среднем темпе можно набить порядка пяти миллионов кристаллов, порядка пяти миллионов можно набить, то есть, это очень хорошие цифры, и я считаю, что это очень достойно, не знаю, как вы считаете, напишите по этому поводу в комментариях. Дальше у нас выходит Hornet XD, да, это какой-то дополнительный скин на Харек, он будет доступен сразу всем, и сразу Харек приобретет этот вид, я, честно говоря, не знаю, как он будет выглядеть, я не заходил на тестовый сервер, не смотрел, HD этот Харечек, как он там будет выглядеть, поэтому завтра посмотрим, такая как бы новость, вброс, да, в виде инфы, поэтому, ну, как бы, окей, выходит и выходит, типа, я на такие вещи особо внимания не обращаю. Ну, и последнее, это список обновлений, здесь у нас получается, исправлено, исправлен даже параметр, можно так сказать, ну, по крайней мере, так написано, устройство Garpoon, того самого устройства, которого я тестил в последнее время, и здесь написано о том, что устройство Garpoon приводило к ошибочному большому радиусу взрыва снаряда, то есть сплэш урон был большой, то есть, либо он постоянно выходил больше, чем нужно, что я замечал, да, то есть, я видел, что сплэш урон, ну, реально жесткий, да, либо же, это было там раз в какое-то определенное количество времени, там, раз в 10 выстрелов, да, но если это так, то это круто, то есть, завтра посмотрим, на Garpoon, на устройство, на Magnum, если будет хорошо наваливать, то, значит, все четко, значит, четко просто там, может, какая-то малейшая была ошибка, но если там кардинально поменяется, то посмотрим, может, даже какой-нибудь видос запишем. Дальше исправлены правки, сделаны, вернее, даже не исправлены, сделаны правки по Crusader, здесь там, ну, какие-то свои определенные нюансы, да, исправили, то есть, которые я уже говорил, я думаю, что это не конечный результат овердрайва Crusader, его будет добалансировать, потому что он сейчас не находится не в балансе, его пытаются сделать так, чтобы корпус как бы был актуален, понятное дело, что он пока в раннем доступе, его можно как-то корректировать, смотреть, балансить, я буду тоже за этим следить, возможно, тоже по этому поводу, если вы хотите, запишу видос, напишите тоже по этому поводу в комментариях, если хотите. Исправлено баг с рельсой, то, что не давал сплэш урон рельса, это тоже очень неплохо, ну и плюс, теперь там не проходят холостые выстрелы, то есть, бывали выстрелы без урона, то есть, таких написано, что больше выстрелов тоже нет, и это очень хорошо. Исправлены баги в группе, которых, вернее не баги, а ошибки в группе, которых тоже было много, и это хорошо, определенно, да, ну и там по краскам, то есть, есть какая-то определенная работа, которую потихонечку, потихонечку исправляет, и конечно, я, с точки зрения того, того игрока, который постоянно к чему-то придирается, постоянно высказывает свою точку зрения, и говорит о минусах, в этом плане могу сказать, что очень хорошо, что что-то делается, и что-то исправляется. Я к этому отношусь очень даже положительно. Вот такой вот этот информативный видос у нас получился, я не знаю, честно говоря, насколько он по времени зашел, но я попытался максимально информативно, попытался максимально быстро высказать все, что я думаю. Пишите, что вы думаете по поводу данного нового года, я остался крайне, может быть, удивлен даже, ну, ты удивлен, наверное, нет, но больше рад, наверное, да, потому что все-таки все те мои мысли и пожелания, которые я давал еще две буквально недели назад, они исполнились, и я увижу те самые три карты, и если я увижу одну карту, даже из этих трех, которые я хочу увидеть, меня уже будет очень сильно радовать данный Новый год, как и Хэллоуи. Поэтому пишите в комментариях, что вы думаете по поводу праздника, прожимайте лайкозаврик на данный видеоролик, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Ну, а у меня на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.